всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусные рождественские калачи для теста нам будет нужно 4 яйца пол пачки ванилина 1 пачка сухих дрожжей 11 грамм 100 грамм мягкого сливочного масла 200 грамм сахара 80 миллилитров растительного масла 100 грамм изюма предварительно замоченного и высушенного 300 миллилитров молока мак для присыпки и 700 800 грамм муки теплое молочко всыпаем 3 столовые ложки сахара перемешиваем также высыпаем сюда пакетик дрожжей как вы уже догадались мы будем делать опару сначала перемешиваем и добавляем сюда пять столовых ложек с горой муки 2 3 4 5 перемешиваем хорошо и оставляем на полчаса опару под полотенцем дрожжи должны хорошо прореагировать и потом будем дальше замешивать тесто смотрите как хорошо у нас прореагировали дрожжи как они поднялись значит в кухонный комбайн я сейчас засыпаю 4 яйца и сахар который у меня остался я 3 ложки набрала в опару высыпаю пол пачки ванилина тоже вращаю в комбайн и будут взбиваться яйца в пышную массу теперь добавляем в несколько щепотку соли и масло оно у нас мягкое видите очень мягкое пока яйца взбиваются мы перемешаем хорошо тесто с маслом яйца взбились в пышную массу теперь понемногу добавляем их в тесто и перемешиваем растительное масло добавляем в конце уже это важно и последнюю часть немножко подсыпем муки теперь добавляем в тесто растительное масло 80 миллилитров добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто сначала тесто вымешиваем ложкой потом будем уже замешивать руками на столе когда вот тесто у нас такое уже густой и липкой остает да видно нам добавляем 100 грамм изюма напоминаю изюм я предварительно замочила в кипяченой воде а потом его высушила добавляем еще муки тесто выклали на стол посыпаем его мукой и сейчас хорошо вымешивать главное правило дрожжевого теста не забить его поэтому чувствуем тесто руками тесто сладенькое вкусное здесь вы видите получится у нас не один калач вот тут я уже чувствую как тесто ставят более послушным уже не пристает к рукам еще немного и все ней оно еще мягкое видно какое оно мягкое все достаточно оно вот видите еще вот такое мягенькое тесто оставляем его на полчаса пусть оно отдохнет смотрите как у нас увеличилось тесто в два а то и три раза значит берем мы сначала разделяем тесто на две части оно просто нежное не знаю камера передает ли вам его легкость и нам надо вот эту половинку разделить половинку нужно разделить на три части добавим немножко муки добавим немножко муки одно есть второе есть и третье есть и третье есть и третье это самая маленькая часть ее откладываем в сторонку значит что мы делаем с этим будем сейчас делать калач как мы его будем делать смотрите раскатываем тесто два жгута у нас должно быть одинакового размера раскатываем другую некоторые вот этот жгут раскатывает вширь и туда кладут шоколад или какие-то цукаты мне больше нравится тесто у нас и так очень вкусное в тесте присутствует изюм но мне достаточно не хочу перебивать вкус тесто еще с шоколадом как бы для меня это лишнее но если вы любите что-то всякие такие экстравагантные вкусы пожалуйста добавляйте финики цукаты все что хотите значит вот примерно одинаковой толщины мы раскатали два жгута теперь раскатываем третий ну он у нас будет потоньше так как у нас он сам по себе кусочек меньше но нам он подойдет он нам как бы роли не сегает как мы будем формировать калач ну вот смотрите вот одна полоска у нас остается другой мы будем просто переворачивать вот так вот здесь надо соединить хорошо теперь берем жгут наш который мы раскатали на противень убираем выкладываем вот вот кругленькая такая формочка видите тесто у нас блестит оно не забитое теперь выкладываем сам коварчик теперь расправляем теперь можно немного подправить где-то что-то изюм лучше прятать внутрь так как он будет подгорать потом первый калач готов сейчас будем делать вторую так же делим тесто на три части то же самое вот у меня ровно 800 грамм муки пошло может 750 вот так раскатываем тесто второй есть раскатываем второй есть третий раскатываем второй есть духовку включили нагреваться заранее так теперь начинаем также сделать калачик наш берем вот и перекручиваем перекрутили теперь этот завернули хорошо соединили расправили изюм запрятали внутрь теперь на противе выкладываем тесто желательно подальше друг от друга тесто будет подниматься и выкладываем сверху калачик калачи наши готовы оставляем калачи наши на 15 минут пусть подойдут немножко калачи смазали яйцом посыпали маком и отправляем разогретую духовку на 180 градусов прошло полчаса калачи выпекались 50 минут они у меня просто большущие вышли я вам советую испить 4 калача или 3 вот таких два рождественских калача у меня получилось калач в разрезе подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока